Между тем, зоозащитники и чебоксарские депутаты обсуждали, как уменьшить количество бездомных животных в городе. Эффективны ли отлов и стерилизация? Этим вопросом была посвящена встреча за круглым столом. Сколько бездомных собак и кошек сейчас в городе, никто точно не знает. Но их число растет с каждым годом, и от нападения животных на улицах не застрахован никто. По данным управления Роспотребнадзора Почуваши, с 2000 года за прививку от бешенства после укуса бродячих собак в больницу обратилось почти 60 тысяч человек. Сегодня в Чуваши проблему бездомных животных решают по старинке. По заявкам горожан, специальные службы выезжают на место и умерщвляют агрессивно животные. Зоозащитник уверяет, что такой метод не приводит к решению проблемы. Для защиты от бешенства это метод стерилизации. То есть не уничтожение бездомных собак, а их отлов, вакцинация обязательно от бешенства, и стерилизация, и обратный возврат на место обитания. То есть таким образом животное лишается, скажем так, продуктивных возможностей. Решить проблему бездомных животных в Чебоксарах пытаются уже много лет, но все сводится к отсутствию финансирования. Печаль, например, док-отель. Энтузиасты, которые взялись за дело, не смогли элементарно оплатить налог на землю, ведь передержка животных – дело неприбыльное. Естественно, это не такой бизнес, за счет которого можно оплатить данные расходы. Поэтому сейчас у нас пункт передержки животных находится в собственности муниципальной. Буквально месяц назад в Чебоксарах открыли пункт передержки бездомных животных. Строительство поручили городскому управлению ЖКХ и благоустройство. На это из городского бюджета выделили 3 миллиона рублей. Работать на объекте будут зоозащитники. Такое решение городская администрация приняла совместно с общественными организациями. Таким образом, можно будет разделить обязанности, в том числе и финансовые, отмечает в мэрии. На говорительных встречах зоозащитникам мы говорили о том, что у них есть возможность привлекать волонтеров и привлекать такую же, в том числе и поддержку финансовую, насколько я понимаю. Возможно при разделении этих обязанностей, чтобы не полностью вся нагрузка ложилась на город, мы могли бы это как-то разделить. Сейчас пункт передержки рассчитан на 46 собак. Но это лишь первый шаг, уверяют зоозащитники. Они планируют оборудовать операционную комнату, где животных можно будет стерилизовать, а потом отпускать на волю. Правда, финансировать эту идею активисты предложили городским властям. Но в администрации Чебоксар это предложение отвергли, сославшись на жесткие требования муниципального закона об обращении с бездомными животными. Вопросов пока гораздо больше, чем ответов, подвела итог встречи Ирина Клементьева. Она предложила зоозащитникам разработать и предоставить городским властям план работы пункта передержки на ближайшие годы. Вероника Павлова, Константин Козлов, Вести Чувашия.